К нам тут парень такой пришел, он школьник, старшеклассник, видимо, или там средник. Он говорит, я перехожу на староедние сейчас, такой молодец, осознанный, мама поддерживает. Она говорит, но у меня какая-то тяжесть в животе, что-то такое было. Ну, мама купила шоколад темный, плитку. Он стал лезть, говорит, прям вот все ушло, улучшение какое-то, и говорит, экзамен на 5 сдал. Еще раз хочу поблагодарить вас. У меня были недавно контрольные, проходила в школе. Так как я не перехожу постепенно на свои деньги, у меня небольшие тяжести были в животе. И на прошлой выставке мама купила мне этот шоколад темный. И я съел перед экзаменом, ну, как положено, потому что как бы поддержать организм. И, знаете, прям легкость, я смог сконцентрироваться, и вот встал на 5. Здорово. А по печени что-то вы... По печени, да, тоже. Ну, проблемы с печенью были, и вот стал есть проростки, расторопся, и тоже стал. Улучшение есть? Да, есть. Хотя бы всего по 2 проростка 2 раза в день. Да. Вот я говорю правильно, увеличивайте лесенкой постепенно, за... Например, через день там уже не 2-3, и потом еще пару дней пройдет, там не дня, уже 4, и до 10. Да, и такая более легкая стала появляться. Конечно, это же самое сильное гепатопротекторное средство, конечно. Вот, ну, благодарю за отзыв, а... Вам большое спасибо. Рад. А у вас, напомните, какая, значит, интересная история сейчас вот теперь... Сейчас секундочку, не затратим. Для наших зрителей пока скажу, что вот было вступление, сейчас ссылочку туда покажем, как это было. Вот девушка тоже приходила по поводу продукции. По поводу всего, да? По поводу вообще всего, и по поводу кормов для кошек, интересную вещь сказала там и так далее. А сейчас вот кое-какие все результаты есть, и я говорю, ну, почему бы не записать? Ну, ведь, ладно. Так, что там у нас, значит, это... Вот мой сынок. Он кушает каждый день в 4 столовых ложки почти что пол фукуса. Потом... Вот этого. Да, вот этого. Он любит вот этого. Любит именно этот, понятно, гастро. И он все лето провел с бабушкой в семье, у нас немецкая овчарка. Ага. Я решила их пропистохонить. Бабушку привели и себя, и овчарку, и сына. Ага. Пистохонили вот эти. И Юрий Андреевич сказал, что попал капсулы три раза в день ребенок. А напомните, возраст? 4 года. 4 года. Но на тот момент мы уже 3-3. Поэтому я сказал, что нельзя пока и шитаке, и не надо. А только лисички. Так, и что произошло? Такие лисички. На второй день он пил у меня по... На второй день он пил по пол капсулы три раза. В день? В день, да. В день. Первую неделю по два раза, утром и вечером, по пол капсулы. А вторую, третью, четвертую неделю уже по три раза. По пол капсулы. Перед едой за пол часа до еды. По пол капсулы, да. Я ему развозила ложечку с водичкой. Но если мы гуляли, он кушал и так. Я ему бродик насыпала, отдавала запевать. На второй день меня загорисло, потому что выпало огромное количество. И мне кажется, что это были ленточные черви. Но анализ я не смогла взять, потому что он сходил в туалет в унитаз. Ну, я думала, что надо было с горшком все-таки. Ну, да. Вот, я была в шоке, у меня прям аж истерика началась, руки затряслись. Наоборот, радоваться надо. Нет, я была очень рада, но я не могла понять, что это за паразит такое, откуда он вообще в нем взял. Даже у маленьких детей порой, как вот правильно говорю, я и Бутакова, клубами выпадают иногда. Да, и я была просто в шоке. После этого мы его неделю он пропил, и я следом съела точно. Но я уже по-вашей съемешей, танки, пластички, трутовик. Я сейчас сам вот только что заканчиваю, ну, буквально. Да, да, да. Я тоже месяц пропила и ушла на чистую пологоня. Отлично. Вот так что очень спасибо большое. А сейчас мы опять приехали с шоколадом. Слушайте, есть новинки уникальные. Я сейчас дам вам попробовать вишню в шоколаде, которая специальный шоколад был под него разработан. Специальный. Вишня, которая в вакуумной сушке, сухая, она замачивается в бета-глюкане нашем, вот этом уникальном. Вот ваша. А ферментируется, получается это вяленое, мягкое, нежное. В общем, попробуйте сейчас. Потом, сгущенка кокосовая, на бета-глюкане. Да, она очень вкусная, такая, своеобразная такая. Знаете, она, чтобы как крем был в Советском Рим, болгарский, вот это, такие пакетики заварной крем такой. Да, 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 очень вкусная. А пиопидов супов уникальных, три вида свузи, ну, в порошках у нас сейчас, и какие-то там еще новинки. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok